МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще три человека отдали документы на участие в конкурсе на должность мэра Красноярска. Италия отказалась высылать экс-главу реставрации Николая Коваленко в Красноярск для суда по делу об обманутых дольщиках. Розыгрыш призов, очередь к Екатерине Кашучек и много танцев, как прошел день на площадке ТВК в центре мира. Норильский мужчина, которого подозревали в двух попытках изнасилования, выпал с шестого этажа главного следственного управления по Норильску и скончался от полученных травм на месте. Об этом сообщили следователи. 23-летнего жителя республики Северной Осетии Алания задержались сегодня. В Норильск он приехал для прохождения производственной практики в мае этого года. По версии следствия, на прошлой неделе мужчина напал на двух женщин 44 и 55 лет. На допросе он заявил, что был сильно пьян. Напал на первую встречу. С какой цель напал? С целью изнасила. Следом, после этого, сразу же на вторую, попавшуюся под руку. Служен, скорее садили? Да. Видео нападение на девушек появилось в соцсетях 19 августа. Осторожно, кадры содержат сцены жестокости. В ролике видно, как неизвестный подошел из-за спины к женщине, затем повалил ее на асфальт и начал душить. Судя по записи, спустя полминуты пострадавшая потеряла сознание. Мужчина тащил ее тело. Но осуществить задуманное злоумышленнику не удалось его спугнуть прохожий. По данным следователей, после этого инцидента мужчина напал еще на одну женщину 55 лет. При этом места нападения находились на расстоянии около полукилометра друг от друга. Однако здесь насильника, к счастью, спугнули случайные прохожие. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на изнасилование. Еще три человека подали документы на участие в конкурсе на должность мэра Красноярска. Документы в Горсовет сегодня передали байкер-бизнесмен, экс-сотрудник Красноярской администрации и инвестор из Москвы. Одним из претендентов на мэрское кресло стал бывший сотрудник городской администрации Алексей Аксютенко. Вот что он написал в своем телеграм-канале. Я прекрасно понимаю, как устроена система, как работает механизм конкурсной процедуры. Но никто не помешает нам вместе сказать о том, что нам не нравится в существующей ситуации. Нас пытаются убедить, что никакой альтернативы, действующей в городе и крае управленческой команде, нет. Алексей Аксютенко работал в мэрии Красноярска около 20 лет. В 2013 году занял должность замглавы управления архитектуры, где произошло несколько скандалов. Один из них связан с нарушением конкуренции в сфере наружной рекламы. Тогда в управлении Федеральной антимонопольной службы полагали, что управление архитектуры давало преимущество одним компаниям и отказывало другим. После инцидента в 2018 году чиновника уволили из администрации. Крывая УФАС пыталась привлечь его к ответственности через суд, но суд стал в сторону Аксютенко. После этого экс-чиновник несколько месяцев проработал вице-мэром Ярославля, а потом вице-мэром подмосковного Солнечногорска. Вторым кандидатом стал член общественной палаты, президент благотворительного фонда «Сибирские дороги» и председатель городского мотоклуба 45-летний Александр Шестаков. По словам мужчины, с проблемами города он знаком по работе общественников. А первое, за что придется взяться, это транспортные проблемы. Есть, конечно, некоторые моменты в программе, которые связаны с развитием транспортной инфраструктуры. У нас есть замечательная река Енисей, есть в городе большие транспортные проблемы, которые хотелось бы частично решить за счет развития водного транспорта, за счет развития электротранспорта, велотранспорта в летний период, электросамокатов, которые с каждым годом становятся больше, и необходимо с ними решать все проблемы, которые возникают при движении по дорогам общего пользования и по тротуарам. Вот такого плана есть. Также наметки в развитии коммунального хозяйства. Ну и, конечно, есть планы по развитию градостроительства. Еще одним человеком, который уже принес документы в Красноярский горсовет, стал Машинсон Роман Шаломович. О мужчине мало что известно. По данным системы SPARC, Машинсон руководит тремя московскими компаниями в сфере логистики, а также подбору персонала. Общая выручка всех предприятий за 2021 год составила 15 миллионов рублей. Кроме того, бизнесмен указан как эксперт и преподаватель в Московском институте национальных и региональных отношений. Всего на данный момент заявления на участие в конкурсе подали 6 человек. Разработчики приложения «Транспорт Красноярска» создали чат-бот для оплаты проезда. Именно там красноярцам предлагают покупать билет на автобус. В компании «Инфоком» говорят, что их приложение «Транспорт Красноярска» до сих пор работает, и теперь отсутствие наклеек с кодом в автобусах не помеха. Для покупки билета нужно найти бота в телеграмме под названием «Транспорт Красноярский», и написать ему номер маршрута и автобуса. Ранее в мэрии рассказали, что красноярцы временно не смогут пользоваться приложением, так как оно якобы стало работать некорректно и нуждается в перенастройке. Такое решение приняла компания «Инфоком», которая обслуживает серфер. Однако разработчики обвинили мэрию в саботаже и продолжают призывать красноярцев оплачивать поездки через их приложение или через бота в телеграмме. Кроме того, в компании заявили, что готовят петицию в адрес мэрии с просьбой вернуть их приложение в работу. В мэрии на запрос ТВК рассказали, что оплачивать проезд можно только с помощью проездного, банковской карты или наличными. Продолжение следует... Ведомство также отметило, что в связи с инцидентом проводят дополнительные расследования, могли быть отравлены боевыми отравляющими веществами глава подконтрольного России и правительства Херсонской области Владимир Сальдо. В Украине заявления Минобороны не комментировали. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трибунал над пленными украинскими военнослужащими из Мариуполя в Донецкой Народной Республике может стать последней чертой, после которой Киев откажется вести переговоры с Москвой. Зеленский подчеркнул, что в случае проведения трибунала реакция Киева будет однозначной. По словам украинского президента, любые переговоры с Россией станут невозможными. Ранее Зеленский заявил, что переговоры с Москвой возможны только после вывода российских войск с территории Украины. Такую позицию он высказал по итогам трехсторонней встречи с президентом Турции Реджиком Эрдоганом и генсеком ООН Антонио Гутериш во Львове. Тем временем на юге России продлили режим ограничений на полеты до 29 августа. Он касается 11 аэропортов в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Добавлю, что режим действует с 24 февраля, то есть уже почти полгода. В Подмосковье погибла журналист и политолог Дарья Дугина, дочь известного российского философа Александра Дугина. В СБ заявили, что за убийством Дарьи стоят украинские спецслужбы. Дугина, как и ее отец, поддерживала военную спецоперацию в Украине. Все произошло вечером 20 августа на Можайском шоссе. Джип 29-летней Дарьи Дугиной взорвался во время движения. Внедорожник потерял управление, съехал на обочину и загорелся. Как сообщили в Следственном комитете Подмосковья, девушка погибла на месте. Отец Дарья, Александр Дугин, почти сразу прибыл на место аварии. Его приезд попал на видео. По словам знакомых семьи, Дарья Дугина возвращалась с семейного фестиваля «Традиция». Судя по расписанию фестиваля, там выступал ее отец, лекция «Традиция» и «История». По данным телеграм-канала «База», Дугин должен был возвращаться вместе с дочерью, но в последний момент сел в другой автомобиль. Следователи считают, что взрывное устройство было под нищем автомобиля со стороны водителя. ТАСС сообщает, что мощность взрывного устройства составила 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Части бомбы отправили на экспертизу. Вот что рассказывают очевидцы аварии. Вдруг такой взрыв. Мне как раз окошко вот это, второй ряд, выходит сюда. У меня расщелина такая у потолка, около печки. И вдруг оттуда такой взрыв посыпалось, ну, с потолка мусор. Она вон там лежала. Она ехала с Захарова. Скорая была большая, подстрелку повернула. В это время, видно, взрыв был. Крышу оторвало. Ее, видно, выкинул прямо вместе с крышей там, со всеми делами. Колеса как были повернуты. Почему оттуда? И приехал вот к соседям к нашему. Я посмотрел, потому что как вот этот поворот такой, так она и ехала. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом. По предварительным данным, убийство могло быть заказным, сообщают следователи. Взрывное устройство могли заложить на парковке фестиваля «Традиция», пишет телеграм-канал 112, с расчетом на то, что в машине будет ехать Александр Дугин. При этом камер видеонаблюдения в этом месте не было, отмечают журналисты. Глава самопроглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обвинил в убийстве Дугиной, цитата, террористов украинского режима, конецитаты. Советник главы его офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к взрыву автомобиля. Однако буквально час назад ФСБ заявили, что за убийством стоят украинские спецслужбы. Исполнитель, гражданка Украины, 43-летняя Наталья Вовк. По версии ФСБ, она прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией. Они арендовали квартиру в доме, где жила Дугина. День преступления Вовк и дочь приехали на фестиваль «Традиция», а после подрыва 21 августа уехали через Псков в Эстонию. Материалы расследования, переданные в Следственный комитет, добавили в ФСБ. Александр Дугин – философ и политолог, разрабатывающий идеи евразийства. СМИ неоднократно называли Александра Дугина идеологом русского мира, наставника Владимира Путина. Преподавал он в МГУ в 2014 году, оказался в центре скандала после интервью Донецкому интернет-телеканалу. В нем Дугин призвал цитата «убивать тех, кто допускает зверства на Украине». Вот отрывок из этого интервью. Я думаю, убивать, убивать и убивать. Больше разговоров никаких не должно быть. Как профессор, я так считаю. После этого на сайте Change.org начался сбор подписей с требованием уволить Дугина из МГУ. В итоге его уволили с поста руководителя кафедры социологии международных отношений социологического факультета, которого он возглавлял с 2009 года. Его дочь Дарья Дугина тоже училась в МГУ на философском факультете. Кроме того, она работала пресс-секретарем отца и заведовала всеми его делами. Была политическим обозревателем международного евразийского движения, который основал ее отец. Дугина писала о политике и участвовала в политических ток-шоу российских государственных телеканалов. Она активно поддерживала начало военной спецоперации в Украине и была одним из авторов, готовящихся к выходу книги «Зет». В июле 2022 года Великобритания внесла Дарью Дугину в санкционные списки. В Красноярском крае с начала года завели 43 административных дела за дискредитацию армии. Об этом на пресс-конференции сегодня рассказал начальник кровополиции Александр Личицкий. На сегодняшний день 43 таких материала мы собрали. По ним принято судами 32 решения и наказания в виде административного штрафа более 1 миллиона 300 рублей. Гражданам, которые на сегодняшний день собирали соответствующую информацию и, естественно, совершили административное правонарушение, связанное с дискредитацией деятельности вооруженной силы Российской Федерации. Руководитель Следственного комитета по Красноярскому краю Хакаси Алексей Еремин также отметил, что сейчас в крае расследуется и одно уголовное дело о дискредитации российских вооруженных сил. Он пояснил, что обвинение предъявлено заочно, а обвиняемое объявлено в международный розыск. В части работы по другим направлениям прокурор Красноярского края Роман Тютюнин отметил, что краевые правоохранители добились значительных результатов в части профилактики интернет-мошенничества. Руководитель ведомства также рассказал о профилактике преступлений, связанных с обманом дольщиков. Мы завершаем эпопею прошлых лет по привлечению к уголовной ответственности и направлению в суд тех, кто массово обманывал людей, так называемые обманутые дольщики. Пять уголовных дел в этом полугодии завершено расследование. Два осталось, они находятся на финальной стадии. Основная задача всех присутствующих – это так, чтобы нашим последователям не оставить балласт в виде вновь обманутых дольщиков. Как рассказали на пресс-конференции, число преступлений в Красноярском крае с начала года в целом снизилось на 2,8%. Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 10,2%. А раскрываемость умышленных убийств и изнасилований составила 100%. Экс-главу реставрации Николая Коваленко не будут высылать из Италии. Об этом рассказал прокурор Красноярского края Роман Тютюник. По данным ведомства, дело скандально-строительной компании сейчас находится без движения. И пока Коваленко не будет выдан Российской Федерации, суд не сможет рассмотреть уголовное дело. Напомню, что в Красноярске реставрация недостроила 10 многоквартирных домов в Студгородке и Солнечном. Без жилья остались почти полторы тысячи дольщиков. Николай Коваленко подозревает в мошенничестве на сумму более 2 миллиардов рублей. Сейчас все активы и имущества миллиардера, его семьи и родственников арестованы. Для самого Коваленко суд назначил финансового управляющего. До мая 2020 года ему поручили продать имущество экз-главы реставрации и погасить долги перед кредиторами. В 2019 году журналистам удалось поговорить с Коваленко около его заграничной виллы в Италии, в районе Пиза. Тогда мужчина пояснил, что находится за рубежом на лечении. Воскресенье программа на главной сцене проекта «В центре мира» прошла под знаком ТВК. Вы же помните, что ТВК – это не только ТВ. Мы всегда рады видеть вас в наших социальных сетях, читать ваши сообщения в мессенджерах. Но особенно любим встречаться с вами, нашими зрителями, лично. Именно поэтому мы организовали для вас масштабную шоу-программу в центре пешеходного проспекта с морем улыбок и теплых объятий, эмоций гостей праздника и нашей команды. В репортаже Светлана Чернушевич. Екатерина Евгеньевна Кошучик! Еее! О, вот так, вот так. Облепим ее, обнимаем. Второй год подряд ТВК в центре мира. И вновь именно ее появление здесь особенно ждут. Конечно же, это она, автор программы «Проверка», ведущая новостей и нового утра Екатерина Кошучик. Возраст ее аудитории, кажется, не знает границы. Самые юные зрители сразу признаются, за что так любят ту самую проверку. Мне очень нравится эта программа, потому что вы там проверяете честно всех. Какая проверка тебе больше всего запомнилась? Когда кого проверяли? Бургеркинг на Покровске. Программа «Жди меня!» Мы нашли тебя, фаната проверки! Кто-то даже, следуя примеру Екатерины, переодевается в белый халат и устраивает настоящую инспекцию дома. У меня старший ребенок очень любит передачу «Проверка». Он надевает медицинский белый халат на себя, берет белые носочки, надевает их в качестве перчаток, берет расческу, якобы это микрофон, и проводит программу «Проверка». Александр, вот это же вы на фото, да? Да. А правда, что вас дома называют «Сашутчик»? Да. Для друзей ТВК на главной сцене в центре мира в это воскресенье мы организовали масштабную развлекательную программу. Шоу мыльных пузырей, рисование волшебной звездной пылью, выступления клоунов, пианиста, заводная зарядка в стиле зумба. А еще можно было забрать домой настоящий портрет от художника. Ну вот такой портрет за пять минут, как говорится, найдите десять отличий. Генеральный партнер площадки, телеком-оператор Домру, организовал зону виртуальной реальности и зарядки гаджетов. А еще вместе мы разыграли призы среди наших гостей. Мы в Домру продолжаем строить скоростной и безлимитный интернет в Красноярском крае. Создаем новые предложения для цифровизации нашего города. Будем улучшать наш город вместе. Наша задача не просто присутствовать здесь. Мы хотим в том числе внести свою лепту в развитие города. И в том числе организовали здесь прекрасную фотозону и вир-площадку для того, чтобы внести свой вклад в атмосферу развлечений города. Еще один подарок для гостей праздника – фотозона. Бесспорные фавориты здесь – статуэтки Тэйфи и микрофон ТВК. Почувствовать себя корреспондентом и будто бы взять интервью может каждый. Ну и, конечно, сфотографироваться с любимыми ведущими. Многие ведущие, конечно, нравятся. И Тюбляшина. Ой, Григорий. Ну да, Игоря видели, кстати, здесь. Молодец, умничка. Где он тут у вас? Гламурный мальчик, красивый, симпатичный. Ой, наверное, девочка молодая, всем нравится. Красавчик у вас единственный, наверное, и неповторимый. Новости смотрим каждый вечер. Детки узнали, что тут будет ТВК. Одно дело, когда ты сидишь дома на диване и смотришь по телевизору, а другое дело, когда ты можешь ребятишки особенно обнять, сфотографироваться и поговорить с человеком. Все зрительскую любовь каждый сотрудник ТВК, кажется, перерабатывает в неуемную энергию, чтобы вернуть ее благодарному зрителю в стократном объеме. Так классно пообщаться со зрителями напрямую, когда они подходят, говорят, что им нравится. Я еще не слышала, чтобы сказали, что не нравится. И это такое, и вообще такая энергетика от них. Немножко они даже первое время робеют, потому что мы, наверное, в жизни все равно выглядим немножко по-другому. И так вроде как и фото хочется, и вроде что-то сказать хочется, и непонятно, как ты же вроде там в телевизоре. Я сбилась со счета, сколько людей со мной сфотографировались, но я абсолютно точно почувствовала вот это огромное количество любви. Извините, пожалуйста, меня, коллеги, я буду сейчас нескромная, но мне кажется, такого количества любви нет ни у кого, кроме ТВК. Это вот только ТВК может продуцировать такое количество энергии, очень позитивное, очень честное, очень открытое. Пока лучший канал Красноярского края. Да, просто у него конкурентов нет в городе. Вот даже Лев скажет, Лев скажет, ТВК лучший канал в Красноярске. Ну а кульминацией вечера стал концерт с исполнением современных хитов и популярных композиций из кино. Еще увидимся в центре мира. Светлана Чернышевич, Сергей Токарев. Новости ТВК. Ну и сейчас мы прервемся на короткий анонс рекламы. Напомню, ТВК есть во всех социальных сетях. Сканируйте QR-код, который вы сейчас видите на экране. Переходите по ссылке, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. И помните, ТВК – это не только ТВ. До плюс 20 градусов. В конце августа красноярцев ждет небольшое потепление. В Покровке красноярцы встретили змею. Она выползла на дорогу и попала под машину. Вы смотрите новости ТВК. Наш телефон 200-00-65. И мы продолжаем выпуск. В Красноярск постепенно приходит осень. Ночи уже не будут такими теплыми, а дожди будут идти практически каждый день. Но синоптики обещают пока еще комфортные дневные температуры. Подробнее о прогнозе на неделю расскажет Дмитрий Ешхузин. Что такое осень? Это небо, плачущее небо под ногами. Похоже, сибирское лето уже уступает свои права холодной промозглой осени. Традиционно вторая половина августа сопровождается дождями. А ночь температура будет достигать отметки всего 7 градусов тепла. Завтра, во вторник, 23 августа, по прогнозам гидрометцентра, нас ждет прохладный день. В светлое время суток будет всего 16 градусов тепла. Ночью температура опустится до 8. В среду, 24 августа, дожди немножко отступят. В городе облачно плюс 17 градусов. В четверг синоптики обещают самый теплый и солнечный день. Столбики термометров покажут плюс 20. Дождей при этом не ожидается. В пятницу осадки в Красноярце вернутся снова, и температура начнет потихоньку падать. Днем плюс 19, а ночью 10 градусов выше нуля. На выходных, по данным гидрометцентра, столбики термометров не поднимутся выше 16 градусов тепла. А осадки будут и в субботу, и в воскресенье. Судя по прогнозам синоптиков, такая же погода нас ожидает и на следующей неделе. Поэтому при прогулке не забывайте теплую одежду и зон. Дмитрий Ушхозин, Кирилл Иванов, Новости ТВК. Уровень заболеваемости коронавирусом в России неожиданно снизился. Еще в субботу он достиг рекорда с начала марта. Тогда выявили 40 тысяч случаев ковида за сутки. Но за минувшие 24 часа коронавирус выявили у 33 тысяч россиян. На поправку пошли 22 тысячи человек. Скончались 57 пациентов. Меньше заболевших за сутки стало и в Красноярском крае. 611 жителей региона ушли на карантин с ковидом. 315 человек выздоровели, один пациент скончался. В целом, по словам главного научного сотрудника научно-исследовательского центра Гамалея Анатолия Альштейна, пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце августа-начале сентября. Число случаев заражения за сутки на пике может составить от 50 до 70 тысяч. Но как вирус поведет себя дальше, сказать сложно, заявил ученый. Жителям Красноярского края рекомендовали носить маски, надевать средства индивидуальной защиты, советуют специалисты Роспотребнадзора в общественных местах и транспорте. Об этом сообщает глава краевого ведомства Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале. Причиной рекомендации Роспотребнадзора стал недельный уровень заболеваемости ковидом. Он в Красноярском крае сейчас равен 99,5 на 100 тысяч населения. При этом в целом по стране специалисты отмечают рост заразившихся именно новыми штаммами Омикрона, БА-4 и БА-5. Кроме того, под пристальным вниманием специалистов находится новый штамм под названием Кентавр. Зарубежные российские ученые сходятся во мнении, что вакцинация безусловно необходима. В дополнение к вакцинации, при первых признаках заражения рекомендуют принимать противовирусные препараты прямого действия, желательно широкого спектра активности и с хорошей переносимостью. Таким является орбидол. Он включен в последние 16-е рекомендации Минздрава России по лечению и профилактике коронавируса. Как показали исследования, у 92% пациентов, которые получали противовирусную терапию у мифеновиром, симптомы болезни пропадали быстрее. Специалисты уверяют, важно соблюдать курс приема, чтобы не дать вирусам вновь активизироваться и продолжить размножение. Жители Покровки увидели змею на дороге. Что произошло с рептилией, об этом и не только в рубрике «Новости коротко». Жители Покровки сняли на видео змею, которая выползла на дорогу. Животное попало под машину и повредило морду. Предположительно, это удав. На кадрах видно, что змея неподвижно лежит на дороге возле бордюра. Передняя часть тела с мордой приплюснута, рот открыт. Жильцы предполагают, что ее раздавила машина. Позже жители отметили, что животное с дороги убрали. О его дальнейшей судьбе ничего не известно. В Красноярском крае многодетные семьи и семьи, где оба родители-инвалиды, получат компенсацию на получение и пополнение социальной карты для проезда детей школьного возраста. Социальная карта для школьников дает право на 40 льготных поездок в общественном транспорте ежемесячно. Сумма для пополнения карты, которую необходимо вносить каждый месяц, в 2022 году составляет 187 рублей. Оформить карту на ребенка школьника можно через портал госуслуг, а также лично через МФЦ или территориальное отделение соцзащиты по месту жительства. Для этого семье необходимо будет предоставить паспорта родителей, свидетельство о рождении детей, справку из общеобразовательного учреждения и документы, подтверждающие факт оплаты. На караульной горе вновь появилась надпись «Россия». Изначально красноярцы заметили, что на пригорке выкосили траву, подготовили формы для бук и привезли мешки с крошкой в цвет триколора. Сейчас надпись уже выложили. При службе администрации заявили, что не имеют отношения к созданию надписи. При службе краевого правительства посоветовали обратиться в агентство молодежной политики. Однако и в агентстве новостям ТВК заявили, что о надписи ничего не знают. Надпись «Россия» ранее уже была на караульной горе, но со временем она выцвела и ее демонтировали. Последний раз реставрация проходила в 2017 году. Еще одно место отдыха появится в советском районе. В Зеленой Роще благоустраивают сквер на Краснодарской. Главной достопримечательностью сквера станет обновленный памятник самолету МиГ-21. Почти 2 миллиона рублей на его реставрацию выделила одна из производственных компаний Красноярска. Как преобразился авиационный объект и почему посмотреть на него обязательно нужно не только днем, но и вечером? Расскажем в сюжете. На пересечении Металлургов и Краснодарской за Зеленой Листвой скрывается объект, хорошо знакомый не только жителям Зеленой Рощи, но и всем красноярцам. Символ авиационных мечтаний многих еще советских мальчишек. В этом году памятник с почти 50-летней историей преобразился. Миллион 800 тысяч рублей на реставрацию конструкции выделил «Русал». Компания «Русал» выполнила, как и обещала, обновление и подсветку памятника. Это истребители-перехватчика МиГ-21Ф. Общие затраты составили около 1,8 миллионов рублей. Прожектора, которые используются для подсветки, имеют ресурс более 100 тысяч часов. В летовом исчислении это более не один десяток лет. Обновление памятника – это только часть изменения данного сквера. Мы также участвовали в эскизном проекте, в реновации данного сквера и оплачивали красноярским алюминиевым заводом. В компании отмечают, большая часть сотрудников КРАЗа проживают именно в советском районе. Поэтому предприятие наблюдает за развитием общественных пространств и направляет ресурсы на благоустройство. Монумент теперь освещается сразу с трех точек. По-настоящему оценить игру света можно вечером, как только стемнеет. На крыльях зажигаются навигационные огни, из сопла самолета вырывается световое пламя. Будто бы еще секунда, и сверхзвуковой истребитель оторвется от земли. Обновление памятника – часть комплексного благоустройства сквера, в котором расположен самолет. Когда въезжаешь в зеленую рощу, то ассоциация того, что ты уже въезжаешь в зеленую рощу – это, конечно, наличие вот этого самолета МиГ-21. Поэтому я рада, когда появляются новые общественные пространства. Но еще больше я рада, когда вот те наши старые проспекты, наши старые пешеходные зоны мы благоустраиваем для того, чтобы жители уже сложившейся инфраструктуры увидели, что она тоже меняется, а не только появляется что-то новое. И жители, конечно, на это откликаются очень позитивно. На Краснодарской уже установили освещение. К середине сентября здесь установят лавочки и урны. Обустроят велосипедные дорожки и уложат брусчатку для пешеходов. Общая протяженность будущего сквера – около одного километра. Светлана Черношевич, Михаил Ткачук, Новости ТВК. На ТВК стартует проект «Такие сердца у шахтеров». Это серия репортажей о людях, которые делом в своей жизни выбирают непростой горняцкий труд на угольных разрезах – добычу черного золота. Сегодня династия горняков из Шарыпова с общим трудовым стажем почти 150 лет. Что делать, если работодатель не предоставляет отпуск и заставляет уволиться по собственному желанию? Ответы в рубрике «Вопросы юристу». Вы смотрите «Новости ТВК». Наш телефон – 200-00-65. И мы продолжаем выпуск. Специально «Дню шахтера» новости ТВК запускает проект «Такие сердца у шахтеров». Это серия репортажей о тех людях, которые делом в своей жизни выбирают непростой горняцкий труд на угольных разрезах – добычу черного золота. Сегодня о династии горняков из Шарыпова с общим трудовым стажем почти 150 лет. Мои родители – Иван Васильевич и Гелена Павловна. Именно с них началась наша династия. Они отработали на разрезе более 25 лет каждый. Итого сразу полвека на двоих, почти с первого колышка, говорит дочка основателей династии горняков Елена Васькова. С детства у нее сомнений не было. Пойдет по стопам родителей первостроителей Березовского разреза, части гигантского проекта «Котека». Так и вышло, взяв эстафету, Елена Ивановна больше 30 лет проработала на разрезе инженером-энергетиком теплоцеха. Мне кажется, в горной вот именно и должны быть династии люди, должны идти именно по стопам своих родителей, дети. Это, наверное, немножко помогает. Ты все равно пока растешь, ты же слушаешь общение родителей, ты же знаешь, о чем они говорят. Профессиональную терминологию горняков дочь Елены, тоже Елена, слышала с малых лет. Конечно, на угольную тропу девушка попала не сразу. Сначала были курсы журфака, затем эконом, а потом понимание – не мое. И с тех пор грузовая служба горно-железнодорожного цеха Березовского разреза. Сейчас Елена говорит, свою роль в становлении карьеры на разрезе сыграли и детские воспоминания, постоянные папины звонки по работе, мамина занятость и то, с каким размахом в городе всегда отмечали главный профессиональный праздник – День шахтера. Два дома стоят. Это дома, которые разрез строил для своих работников. То есть, представляете, 18 квартир в одном доме, 18 квартир в другом доме, и все отмечают праздник – День шахтера. Это просто была бомба. Они выносили, ставили огромный казан, они варили плов, мужчины там построили лавочки. То есть, ну, это просто бомба. Все очень были дружны. Понимание того, что горники Березовского разреза – это одна большая семья, для Елены стало буквальным супруг Александр. Главный специалист по охране труда и промышленной безопасности на Березовском разрезе ведет контроль грузоподъемных механизмов. Работа и в офисе, и в полях, кстати. Александр тоже представитель династии. Его мама Татьяна Григорьева проработала на разрезе больше 25 лет ведущим экономистом планово-экономического отдела. Если, допустим, мой отец собирал этот экскаватор, да, а сейчас мы на нем работаем, да, то есть он его из частей собрал, да, а мы теперь его эксплуатируем. То есть тоже есть в этом ценность, что мы продолжаем. То есть он начал, мы дальше продолжаем. Это ходовая кабина, управление ходом и погрузки. Вот они, новое оборудование, все. А вот и глава семьи Васьковых, отец Елены, Василий Александрович, с гордостью рассказывает, как поменялась эта машина высотой с 16-этажный дом. Экскаватор роторный, шагающий, рельсовый, добычной. Самый крупный экскаватор в России. Василий Александрович – механик горного цеха с почти 35-летним стажем. Свои задачи описывает так. Главное, чтобы машина работала. Вся электрическая часть машины новая, вся полностью заменена на современную. Здесь и электроника, и все шкафы управления новые убраны, генераторные группы убраны. Вместо них поставлен силовой трансформатор большой мощности. Модернизация делает свое дело. Новая электроника – это энергосбережение, безопасность, надежность. И, конечно, на этом сибирская угольно-энергетическая компания, в составе которой работает «Разрез», останавливаться не собирается. Как говорится, нововведения пришли всерьез и надолго. От этого, как говорит Василий Александрович, и работа становится все интереснее. «Разрез» живет своей жизнью, постоянно меняется, дает новые знания и навыки, которые можно передать дальше, продолжая родовую династию. Дело всей своей жизни на «Разрезе» – ну, это факт. Мы уже очень давно здесь работаем, много чего знаем. Поэтому, да, это дело всей жизни. Как детали составляют мощную машину, так и поколение Васьковых-Григорьевых, династию горняков, любящих свое дело и бережно передающих его младшим. Запасы «Березовского разреза» – это 3 миллиарда 600 миллионов тонн. Этого хватит примерно на 840 лет непрерывной добычи. Так что остается лишь представить, сколько лет может в будущем составить общий стаж династии Васьковых-Григорьевых. Что делать, если работодатель не предоставляет отпуск и заставляет уволиться по собственному желанию? Адвокат Бюро Хорошев и партнеры Виктория Лобанова расскажет об этом прямо сейчас в рубрике «Вопросы юристу». Здравствуйте, я Виктория Лобанова и это рубрика «Вопросы юристу». И сегодня мы рассмотрим вопросы, возникающие из трудового права. Что делать, если работодатель не предоставляет отпуск? Не отпустить работника в отпуск работодатель не имеет права. Он может только с согласия работника перенести этот отпуск на другой период. Это предусмотрено статьей 124 Трудового кодекса Российской Федерации. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска лицам, которые не достигли 18-летнего возраста, занятым на вредных и или опасных условиях труда, а также тем, кому отпуск не предоставлялся в течение двух лет подряд. Обратитесь к работодателю с письменным заявлением о предоставлении отпуска, получите ответ и в случае несогласия с ответом вы вправе обратиться с жалобой в Трудовую инспекцию, в прокуратуру или в суд. Что делать, если работодатель заставляет написать заявление на увольнение по собственному желанию? Расторжение трудового договора по инициативе работодателя предусмотрено статьей 81 Трудового кодекса Российской Федерации. И увольнение работника по собственному желанию туда не включено. Поэтому заставить работника уволиться по собственному желанию работодатель не имеет права. Если вы не собирались увольняться по собственному желанию, вы можете донести свою позицию до работодателя письменно. В случае, если вы понимаете, что работодатель в дальнейшем будет принуждать вас к увольнению по собственному желанию, вы вправе зафиксировать данный разговор с работодателем с помощью аудио либо видео. Такие доказательства суды принимают в качестве доказательств по оспариванию незаконного увольнения работника. Также заручиться поддержкой коллег, которые были свидетелями ваших разговоров с работодателем, и вы можете запросить у работодателя документы, которые характеризуют вас как исполнительного и квалифицированного работника. Если у работодателя есть какие-то претензии к вашей работе, просите их оформить письменно, чтобы в дальнейшем эти претензии сохранились у вас на руках. В дальнейшем вы можете обратиться в трудовую инспекцию в связи с нарушением ваших прав. За принуждение к увольнению работодатель может быть привлечен к административной ответственности по статье 5.27 Кодекса об административных правонарушениях. Также вы вправе оспорить свое увольнение через суд. Это была Виктория Лобанова. Свои вопросы юристу вы можете задавать по номеру 200-00-65. Также пишите в Вайбер и ватсап по номеру 8-923-165-45-00 и в любых социальных сетях ТВК. Сегодня героем рубрики Наталья Кечина. Дорогие мои земляки, стал депутат ЗАГСобрания Края, директор агентства социальные сети Денис Терехов. Владимир Владимирович, вы не скажете на пару слов? Как ваше отношение к детям, так можно сказать? Ваша политика в отношении к детям? Ну, беречь надо, беречь. Ведущий корреспондент аристской телекомпании «Северный город» Денис Терехов берет интервью Владимира Жириновского. Юноше с горящими глазами всего 14 лет, а в 22 он уже был весьма успешным ведущим, главной аналитической программы. У нас какое-то странное отношение к власти. Мы ее не любим. Не любим определения. Не любим даже ту власть, которая только что избрана и еще ничего плохого не успела нам сделать. Если говорить про телевизионную, про мою телевизионную карьеру, то это, конечно, вообще моя большая трагедия. Представляете, в 22 года перестать быть телезвездой в Норильске. Вот ты идешь по улице, по Ленинскому проспекту с бутылкой пива, и тебя все девочки узнают, автографы у тебя берут. И тут ты в 22 года переезжаешь в Москву, а там тебя никто не узнает. Амбициозно молодой человек, начав покорять столицу, действовал, как завещал Дональд Трамп. Если не можешь найти работу, создай свой бизнес. Это сейчас очевидно глобальная роль соцсетей в формировании общественного сознания. А в 2008, когда Терехов создал свое пиар-агентство, интернету не придавали такого значения. Его детище стало своего рода прорывом. Теперь социальные сети – успешное агентство с филиалами во многих городах. Кстати, Красноярский – самый большой, аж 150 человек. Мы главные отвечальщики на жалобы в интернете, говорит Денис Эдуардович. Активным пользователем соцсетей знаком персонаж из Почты России Дмитрий Маркин. Так вот, за ним стоят Терехов и Ка. Дмитрий Маркин, безусловно, виртуальный персонаж. Но по одной простой причине, он же должен, этот же человек должен когда-то спать. Просто команда Почты России – это примерно 35 человек. Если вы написали в ВКонтакте, что у меня потерялась посылка, мы должны в течение часа, в любое время, 24 на 7, а вы же можете в Владивостоке, например, жить, или в Калининграде можете жить, в течение часа мы должны прийти и спросить, что у вас случилось. Для меня в этом смысле лучший показатель того, что проект хорош, но помимо того, что действительно и показатели отношения к бренду, к почте сильно улучшились, мы с 2014 года этим занимаемся, Маркин поздравляет с днем рождения. Когда год назад клиенты его же агентства пригласили Дениса Эдуардовича стать кандидатом от партии «Новые люди», он согласился. Сначала все больше из-за интереса. Глобальность произошедшего и осознание ответственности пришло потом. Мы это сделали, ребята, сделали! Я стал очень за себя горд, я прям в себя сильно поверил. Потому что когда ты понимаешь, что за тебя проголосовало 86 с лишним, 86 650, 86 650 человек, ты понимаешь, что если эти люди встают вот так в цепочку, да, вот на расстоянии вытянутой руки, это расстояние как от Косноярска до Ачинска. Вот тогда понимаешь, какое количество людей за тебя, тебе верят, да, тебе дают вот этот авансом, что ли, кредит доверия. Ну, хочется что-то делать. Нарастили мозоль на всех местах, включая совесть. Но мы же все видели вот это мерзкое видео, которое на федеральном уровне признали мерзким видео, которое касается пыток, которое было в Косноярском крае. Мне о чем, швабру подарить? Швабра на сессии законодательного собрания для уполномоченного по правам человека Марка Денисова была, утверждает депутат Терехов, не эпатажа для, а чтобы обратить внимание на проблему издевательств системы ГУФСИНА. Швабру он тогда не подарил, но вместе с Марком Денисовым сходил на экскурсию в тюремную больницу. И мы с ним, как сказать правильно, мы не ссорились, чтобы мириться, но мы как-то объяснились, что ли. И где-то я действительно, наверное, был неправ и перегнул эту швабру. Где-то он, может быть, мог быть более дружелюбным и объяснить, что он имел в виду. Но в целом у нас полное взаимопонимание. И для меня это, конечно, безусловно, была крайне полезная экскурсия. Я многим бы порекомендовал пойти и посмотреть в глаза этим людям. Это прям вот очень тяжело. Вот просто не приведи Господь к кому-нибудь наказаться там. Депутат Терехов входит в состав двух комитетов по спорту и молодежной политике и экологии. Один из проектов, который мечтает осуществить – переселение с севера на юг. Когда в поселке Носок, в крупном районном центре, в администрации, в самом главном здании в этом поселке туалет – это дырка в полу, вот натурально дырка в полу. И глава поселка в дырку вот уходит. И, видимо, считает это нормальным, раз продолжает туда ходить. Ну, я не очень понимаю, как можно в таких условиях жить. Мы не профессиональные путешественники, мы только учимся. Но все, что должно быть нашим, будет нашим. В послужном списке ведущего и продюсера телеканала «Мир» Дениса Терехова своего проекта «Майкумена» восемь экспедиций, причем самые труднодоступные места. Совмещать все ипостаси депутата, директора и ведущего вполне возможно, утверждает Терехов при грамотном планировании. В нем, в этом планировании, есть место для выполнения отцовского долга. Хоть Денис Эдуардович давно в разводе, но он активно занимается воспитанием 12-летней дочки Насти, в том числе путешествия с ней по миру. Одна из любимых фраз Дениса Терехова «Работу на пять выполняет только Господь Бог». Человек же в лучшем случае заслуживает четырех с плюсом. Эту оценку он поставит себе за депутатство, если удастся осуществить три глобальных проекта. Не для личных амбиций, а во благо общества. И это, по его словам, не пафос. И в ЗАГС обранили Коснодарского края в государственной думе есть люди, которые всерьез ходят за зарплатой. Хотя мне кажется, что когда ты избираешься в депутат, ты уже находишься где-то на вершине пирамиды Маслоу. Ну, в 40-то лет или в 50-то уже можно же заработать на жизнь как-то себе. Можно уже подумать об обществе в широком смысле. Наталья Кичина, Вадим Кравченко, Новости ТВК. На сегодня это все новости. Если вы пропустили или не сначала смотрели этот выпуск, то можете увидеть его на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. И помните, ТВК – это не только ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова